Нижегородское региональное отделение российского движения школьников на площадке Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Добролюбова провело встречу с лидерами детского движения. Команда 52, лидеры поколений. Мероприятие замечательное, особенно когда оно проводится в день пионерия и мероприятие, когда сейчас ребята будут защищать свои проекты и проекты, которые будут с участием бывших пионеров. Но, как мы понимаем, бывших пионеров не бывает. Все равно это то, что создает основу, костяк, стержень любого человека. И все мы вспоминаем себя в годы пионерской организации и понимаем, что именно в те моменты закладывается та активность, та жизнь, тот драйв, который сейчас мы, собственно говоря, реализуем. Сами участники, пионеры нашего новейшего времени на встрече весьма серьезно строили планы, защищая свои проекты, которые не только создавали условия для развития и реализации социальной значимости защищаемого проекта, но и раскрывали творческий потенциал. Наши планы – это реализация в 2021 году постоянного официального курса «Дети-дети» на областной платформе «Наша версия». Участниками встречи стали областной актив лидеров детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области, авторы областных проектов, получивших грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Очень важно это и для того, чтобы сохранилась связь времен, как говорится, чтобы не распалась связь времен. Это важно и для детей, и для старшего поколения. Очень много хорошего, прекрасного было достигнуто в советские годы, и важно, чтобы то хорошее, что было, мы не растеряли. В рамках встречи также были представлены проекты, которые отмечены на федеральном и областном уровнях, как лучшие практики. По работе с детьми и подростками лидеры областного актива представили лучшие практики региона. Поэтому мне кажется, что каждому поколению свое дело, а вот самое главное в детской организации, то, чему она учит, конкретному делу, ответственности и дружности. Было интересно послушать рассказы о новых перспективных проектах, а также совместно с наставниками в области воспитания, принять участие в разработке проектных инициатив «100 страниц добрых дел», посвященных 100-летию со дня рождения пионерской организации, которое планируется провести в мае следующего года. И всегда старший товарищ передает свой опыт, свои знания, свои умения младшему, но не в форме урока, а в форме какого-то жизненной ситуации, своих жизненных успехов, своих жизненных знаний. И это самое важное в детской организации. В диалоге с современными подростками региона приняли участие бывшие пионеры разных поколений. Хотя, как гласит пионерская мудрость, бывших пионеров не бывает. Дружно в ряд шагали Владимир Смирнов и Ренат Бигбаев. Время новостей.